Футбольный клуб Тверь одержал вторую подряд победу в профессиональной футбольной лиге. Подопечные Вадима Гаранина дома обыграли Смоленск 2-0. Набрав три очка, Тверской коллектив закрепился в верхней части турнирной таблицы. Подробности встречи в нашем следующем сюжете. После уверенной победы во втором туре, где команда Вадима Гаранина без особых проблем разобралась с читой 4-2, к поединку со Смоленском Тверской коллектив подходил в хорошем настроении. Это подтвердили и первые минуты матча. Практически сходу хозяева завладели инициативой, а гости лишь изредка отвечали скромными контратаками. Впрочем, несмотря на то, что игра в первом тайме шла по Тверскому сценарию, мяч ворота Смоленска все никак не шел. Не изменился рисунок игры и после перерыва. Все то же доминирование тверетян и все та же игра вторым номером смоленской команды. В одном из эпизодов полузащитник Юрий Петровский расстреливал ворота Смоленска из убойной позиции, но в последнюю секунду игрок гостей принял удар на себя. В другом моменте защитник Смоленска Артем Лавриненко выносил мяч уже из пустых ворот. Когда казалось, что матч так и закончится без голевой ничьей, свое слово сказал вышедший на замену нападающий Илья Гелезудинов, который замкнул подачу со стандарта своего партнера Кирилла Ушатова, который, к слову, также вступил в игру со скамейки запасных. Впрочем, в эпизоде не обошлось без ошибки вратаря гостей. На этом хозяева не остановились и продолжили атаки на ворота гостей. Это принесло свои плоды. В одном из моментов игрок Смоленска сбил свое штрафное Ярослава Ивакина, арбитр указал на точку. Пенальти уверенно реализовал сам пострадавший. Таким образом, на счету Ивакина теперь четыре гола, что делает его лидером в гонке бомбардиров. Подводя итоги встречи, наставник тверской команды отметил огромную роль в победе его команды болельщиков, которые наблюдали за игрой с трибун. Сегодня 12-й игрок у нас был, это наши болельщики. И они нам помогли в не совсем, наверное, качественной игре нашей сегодня принести им подарок в виде победы. Вторая подряд победа позволила тверскому коллективу набрать 7 очков и закрепиться в верхней части турнирной таблицы зоны Запад. На данный момент Тверь занимает промежуточное второе место. Отставая от лидера группы, команды Долгопрудный, всего на пару очков. Следующий матч тверетяне проведут 29 августа. Для них это будет первая гостевая встреча в профессиональной футбольной лиге. В соперниках Луки Энергия из Великих Лук.